Всем привет! Это новый выпуск шоу BookLife. Меня зовут Настя Скуратова, и мы начинаем. Андрей Максимов – известный телеведущий, писатель и театральный режиссер. В московском доме книги он представляет неожиданный роман «Соль неба. Взгляд светского верующего человека на церковную жизнь». Книга была написана за год до начала пандемии и звучит сегодня как нельзя более актуальна. Какие ответы находят читатели в книгах Андрея Максимова? Когда тут плачешь, там смеешься, и через какой-то будто бы незатейливый диалог у тебя раскрывается смысл. Ты получаешь ответ на какой-то вопрос. У него интересный рассказчик, слушал бы и слушал. Он прямым потоком точно всегда, как говорил Михаил Николаевич Задорнов, в темечках капает, и мне он интересен во всех его вопросах. «Соль неба» – роман-притча. Его герои – два священника с разными взглядами на жизнь. Прежде чем попасть на полки книжных магазинов, роман пережил отказ шести редакций. Самое время пообщаться с автором. Андрей Маркович, я знаю, что книги «Соль неба» – непростая судьба. Она пережила отказ шести редакций. Так почему же все-таки роман не решались напечатать? Я не могу вам на этот вопрос ответить, потому что мне только в одном издательстве сказали, что они считают, что я слишком вольно пишу про церковь, и они не хотят отпечатать. Во всех остальных мне говорили, что это не наша тема, или просто мне это отказать. Причем интересно было, что это те издательства, которые печатали меня. То есть они ко мне как писателю не имели никаких претензий. В одном подкасте с вами вы упомянули, что действие происходит в выдуманном городе Забавино, и отметили, что для вас Забавино – это символ нашей Родины. Так какой он, этот символ? Я не могу сказать, что это символ нашей Родины, но это символ некого города, некого места, в который приходит вера. Мне очень хотелось написать книжку, где было бы не просто написано про отшельника, какого-нибудь замечательного, выдающегося фильмостров, а просто про то, как меняется жизнь обычного города, если туда приходит вера, если туда приходит священник, приходит церковь и так далее. Вот я поэтому взял Забавино. В какой-то степени это, конечно, символ нашей страны, которая жила в атеизме в 70 лет, и так постепенно из него выходит. Очень трудно и очень небыстро, но постепенно выходит. А в дополнение к этому вопросу, вы говорили, что хотели это написать, а вот в какой момент вы поняли, что у вас есть потребность написать эту книгу? Знаете, это всегда происходит тогда, когда каким-то образом у тебя в голове все складывается. Я, например, прежде чем с этой книжкой, я пришел к руководителю канала Сергею Николаевичу Малкову предложить ей такой сценарий фильма. Я думаю, что можно сделать фильм. И он мне дал несколько советов написания, которые мне показались очень важными, и которые меня подтолкнули к тому, чтобы делать так. Это был такой важный для меня. Так, вот вы еще часто подчеркиваете, что ваш роман — это не документальное повествование. А вот герои и священники, есть у них какой-то реальный прототип? Нет, никакого реального прототипа нет. Это притча. Это притча, и поэтому именно потому, что это притча, это меня избавляет от каких-нибудь нападок про то, что так бывает. Я писал притча, я писал такую историю, которая, с одной стороны, абсолютно реалистическая, а с другой стороны, такой сильный метафорический такой есть момент. И в заключении мне бы хотелось вас спросить. Вот тема, которую вы затрагиваете, к ней рано или поздно приходят практически все. И ваши герои дают несколько определений слову «вера». А как определить его вы сами? Для меня верующий человек определяется несколькими характеристиками. Например, верующий человек понимает, что земной жизнь в жизни заканчивается. Но главное для меня две — это понимание того, что ты не хозяин своей судьбы, что есть Господь, который тобой руководит. И это прекрасная сила, это прекрасная свобода. Зависимость от Бога — это самая большая свобода. И ты должен улавливать это все. Если хочешь хорошо жить, ты должен улавливать эти сигналы. Это первое. И второе, с моей точки зрения, вера в Бога означает любовь к людям. Это одно и то же. То есть, если ты веришь в Бога, ты не можешь ненавидеть людей. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Настя. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok